Здравствуйте, уважаемые коллеги! От лица всех эндоскопистов благодарю за привлечение нас к участию в этом замечательном вебинаре. Тем более, что если мы говорим о раке пищевода, эндоскопист здесь товарищ крайне полезный на всех этапах, от диагностики и заканчивая лечением и ранних форм, и помощью палеотивной терминальным пациентам. Давайте сначала поговорим о эндоскопической диагностике и лечении раннего рака пищевода. Проблема актуальна, наверняка уже 10 раз об этом говорилось. Беда в том, что заболевание, кроме того, что имеет тенденцию к увеличению числа впервые установленных диагнозов за последние годы, так оно еще и заболевание, отличающееся крайне высокой смертностью. Около 70% больных умирают в течение первого года после постановки диагноза. И только ранняя диагностика, к сожалению, здесь может помочь нам существенно улучшить показатели лечения этой группы пациентов. Проблема основная заключается в том, что ранние раки пищевода, как правило, имеют уплощенную форму и мимикрируют под здоровую слизистую пищевода. Или воспаленную слизистую пищевода. Поэтому, чтобы заметить их, нужно не просто внимательно осматривать, а еще и иметь достаточно неплохое оборудование, которое позволяет с высокой точностью оценить микрососудистый рисунок, рельеф слизистой пищевода. И если мы уже видим какую-то выступающую часть опухоли пищевода, как правило, мы уже говорим не совсем о ранней форме. На этом слайде, эндоскописты любят картинки, поэтому вот вам тоже покажу, на всех этих слайдах представлены ранние формы рака пищевода. И практически ни в одной ситуации они не бросаются в глаза. Вот эта маленькая эрозия – это уже достаточно агрессивная форма плоскоклеточного рака пищевода, хоть и небольшая. И на каждом слайде это еле-еле видны, обращающиеся на себя внимание, наверное, только за счет какого-то минимального изменения цвета, окраски или конвергенции небольшой складок. И все это рак пищевода. Кроме всего прочего, вот когда мы говорим о плоскоприподнятых формах, чаще всего эндоскопист в первую очередь видит вот такую маленькую штучку. Но на самом деле, если заниматься более прицельной диагностикой, это образование имеет более широкую форму. Вот это плоский компонент, в крае которого сидит маленький плоско приподнятый участок. И хорошо, если его заметили. А чаще всего вот на такой плоский компонент, конечно, никто внимания не обратит при обычной диагностической гастроскопии, если пациент особо не предъявляет никаких жалоб. Вот такая картина. Тоже к нам прислали пациента. Обратили внимание на плоскоприподнятую форму образования, естественно. Взяли биопсию, естественно, получили плоскоклеточный рак. Однако не заметили вот этот вот плоский компонент, который при осмотре в узком спектре света, прекрасно виден и обращает на себя достаточно неплохо внимание. Поэтому именно для этого нужно осматривать таких пациентов в профильных учреждениях, которые занимаются онкологией, которые имеют хорошее оборудование, позволяющее точно определить границы опухоли. Для того, чтобы помочь нам в этом, существуют различные эндоскопические, скажем так, примочки. Например, это хромоскопия двухпроцентным раствором люголя. Это позволяет нам окрасить пищевод. И сам плоский эпителий люголем окрашивается. Он приобретает такое бурое окрашивание. А вот плоскоклеточная карцинома, которая расположена вот здесь, она люголем не окрашивается. И это тоже может позволить эндоскопию. Эндоскописту точно определить границы опухоли и правильно в дальнейшем полечить пациента. Эндоскописты для того, чтобы выбрать правильную тактику и стратегию лечения, должны разобраться, насколько глубока здесь инвазия, о каком раке мы говорим. Потому что эндоскопическому лечению доступны только опухоли с поверхностной инвазией. Для предикции глубины инвазии мы используем оценку микроссуистого рисунка строения капиллярных петель с листой пищевода. Делаем это мы потому, что чем глубже карцином проникает в стенку пищевода, тем более значимы изменяются вот эти микрокапиллярные петли. И, соответственно, для ранней формы интрамуказальных карцином петли чаще всего несколько расширены. Они приобретают извитой характер, но они достаточно структурны. И чем глубже распространяется рак, тем меньше структурности в строении этих капиллярных петель, тем более утолщенные, обрывистые они становятся. И, глядя на эти картинки во время исследования пациента, мы можем предположить, насколько глубоко проникает эта карцинома. И, соответственно, предположить, какую тактику лечения мы здесь можем пациенту предложить. Кроме всего прочего, для предикции глубины инвазии мы также используем осмотр в узком спектре и с использованием увеличительной техники, потому что только с использованием узкоспектрального осмотра в увеличении можно грамотно и точно оценить строение вот этих микрокапиллярных петель. И в этом заключается достаточно большая проблема, потому что не все учреждения обеспечены хорошей эндоскопической техникой. Соответственно, не все могут себе позволить оценить достаточно адекватно глубину инвазии этих опухолей. Для предикции глубины инвазии также используется эндоузи. Эндоузи достаточно точный метод, который имеет высокую чувствительность и специфичность. И мы с большой долей вероятности можем оценить, насколько глубоко опухоль проникает в стенку пищевода. Да, скорее всего, мы не сможем достоверно определить глубину Т1 опухоли, то есть глубину инвазии в подселезистый слой. Мы не сможем сказать Т1А или Т1Б. Но достаточно точно мы можем определить, что это не Т2 и не Т3, ну и разделить эти опухоли по группам. Какие показания для эндоскопического удаления? Мы ориентируемся на, естественно, частоту отдаленных... То есть для того, чтобы полечить человека эндоскопически, учитывая то, что мы не имеем доступа к региональным лимфатическим узлам, мы должны быть более-менее уверены, что этот пациент находится в группе низкого риска лимфогенного метастазирования. И эта группа – это пациенты, относящиеся к Т1А в группе. Это М1 уровень инвазии и М2 уровень инвазии. И у них описанный риск лимфогенного метастазирования около нуля. Пациенты, у которых уровень инвазии более СМ2, относятся к группе крайне высокого риска метастазирования, и, конечно, подлежат уже расширенной хирургии с лимфодисекцией. И остаётся вот эта вот серая зона. В данном случае она жёлтая. Это уровень инвазии Т1А-М3 и уровень инвазии СМ1. И тут тоже достаточно высокие описывают проценты лимфогенного метастазирования, которые, ну, вроде бы сначала нужно, посмотрев на них, говорить, ну, конечно, нужно пациента оперировать. Однако есть исследования, которые показывают, что если кроме глубины инвазии нет других прогностических плохих факторов, таких как низкая дифференцировка опухоли и лимфоваскулярная инвазия, то риск лимфогенного метастазирования составляет не более 4,5%. Конечно, это тоже достаточно высокий риск, Однако в данной ситуации мы всё-таки говорим больше о пациентах из ослабленной группы, серьёзной сопутствующей патологии. То есть те пациенты, для которых хирургическое вмешательство может нести риски осложнений выше вот этих 4,5%. И таких пациентов мы можем ориентировать всё-таки на эндоскопическое лечение. Хотя здесь к каждому пациенту стоит относиться крайне индивидуально. Как мы отбираем пациентов? Это тот алгоритм, которым мы пришли у себя на отделении в нашем учреждении. Если мы видим эпителиальное новообразование, подтверждаем его злокачественность гистологически, и это либо группа хай-грай-дисплазии, либо дифференцированные типы опухоли, выполняем этому пациенту компьютерную томограмму грудной клетки брюшной полости с внутривенным контрастированием. Если нам специалисты лучевой диагностики говорят, что это поверхностные типы опухоли, мы выполняем эндозий. Если по эндозии мы видим опухоль Т1, мы выполняем ему эндоскопическую диссекцию в последствии слоя. Если по данным КТ или эндозии это глубокие типы опухоли, то пациент направляется на хирургию или химиолучевую терапию в зависимости от конкретной ситуации. Из методов эндоскопического удаления. В пищеводе чаще всего применяются это колпачковые резекции, когда у нас есть небольшая опухоль, и мы одеваем достаточно широкий колпачок, выполняется разметка этой опухоли вокруг, и путем аспирации этой опухоли в широкий колпачок и резекции под основанием петлёй мы получаем препарат, удалённый единым блоком. Однако здесь есть ограничения. Это не очень контролируемый метод. Раз, он подходит только для мелких опухолей. Это два. И если мы получаем даже визуально позитивный край резекции, дальше это уже фрагментированный препарат, и пациент уже заведомо, скорее всего, будет отправлен на дополнительное хирургическое лечение, даже если опухоль у него ранняя. Самый наш, наверное, любимый и красивый метод – это эндоскопическая диссекция в подслистом слое. Этот метод, который позволяет удалить опухоли большой площади единым блоком с контролем краёв резекции, то есть перед началом операции мы размечаем при помощи коагуляции края опухоли, отступая от них не менее 3-4 мм. Далее путём формирования гидравлической подушки мы отделяем слизистый слой от мышечного, и вся наша работа происходит в вот этом красивом голубом подслистом слое, который позволяет нам достаточно деликатно относиться к мышце пищевода и при этом не травмировать слизистый лоскут, не нарушая его целостности. После того, как полностью под контролем, постоянным контролем эндоскопа выполняется вот эта вот такая прецензионная диссекция в подслистом слое, мы осматриваем удалённый препарат, осматриваем ложи опухоли. Если видим какие-то перфорантные сосуды, их клипируем превентивно для того, чтобы не было отсроченного кровотечения. Как правило, в пищеводе о перфорации речи не идёт, достаточно толстый мышечный слой, и всё-таки визуальный контроль позволяет нам мышцу не травмировать. Операция заканчивается, и пациент чаще всего выписывается на третьи и четвёртые сутки, что составляет достаточно короткий послеоперационный период. Однако для выполнения таких высокотехнологичных манипуляций нужно иметь необходимое оборудование, это высокотехнологичные электроблоки. Работаем мы только с использованием углекислого газа, что позволяет пациенту проходить достаточно легко послеоперационный период. Нужно большое количество различных инструментов типа эндоскопических ножей, водной помпы для отмывания и так далее. То есть история достаточно богатая получается. Очень важным этапом после удаления является гистологическое исследование. Правильная ориентация препарата, то есть препараты мы сами растягиваем, обязательно для того, чтобы все края его были расправлены, ничего не подвернулось. Это достаточно мелкая нарезка препарата для того, чтобы оценить его все края. Лимфоваскулярную инвазию, глубину инвазии в микронах. Это очень важные критерии, последующие послеоперационной оценки риска отдаленного метастазирования у этих пациентов. Какие осложнения бывают? Но, как я сказала, отсроченные кроучения и перфорации встречаются достаточно редко. Самое частое – это структуры пищевода, особенно если мы удаляем более трех четверти окружности слизистой. В таких ситуациях нередко возникают структуры, которые вызывают серьезные дисфагии, но с ними достаточно легко бороться эндоскопически методом балонной дилатации или бужирования. Послеоперационные наблюдения для опухолей М1, М2 и ТНСИТУ это в первый год каждые три месяца это гастроскопия, каждые полгода компьютерная томография, грудь, живот. Второй-третий год каждые полгода гастроскопия КТ. И далее до 10 лет ежегодно обследуем этих пациентов. Если пациент послеоперационного гистологического исследования получает глубинную инвазию М3-СМ1, то тактика определяется с учетом коморбидного статуса и дополнительных лучевых методов исследования, а также учитывается желание пациента. Поэтому эти пациенты переходят либо в группу наблюдения, либо в группу дополнительного лечения. Это хирургия, лучевая терапия и химиотерапия. Краткий вывод – это то, что эндоскопическая операция является крайне эффективным и безопасным методом лечения. Но должна проводиться после качественной диагностики отбора тщательного этой группы пациентов и в многопрофильных стационарах, где есть возможность тесной кооперации хирургической службы, эндоскопии и морфологии. И пару слов буквально о эндоскопической палиативной помощи, если позволите. Поговорим просто о стентировании пищевода. Стентирование пищевода у этой группы пациентов назначается либо когда есть дисфагия, дисфагия за счёт давления первичной опухоли или с давлением эстетическими лимфатическими узлами. И вне зависимости от дисфагии это наличие эзофаго-респираторного свища. Относительными противопоказаниями являются либо планируемое хирургическое или планируемое лечение, или планируемая радиотерапия, или распространение структуры на верхние пищеводные сфинктеры горта на глотку, а также плотные структуры за счёт компрессии из вне метастатическими лимфоузлами, потому что чаще всего у этих пациентов достаточно выраженный болевой синдром даже иногда приходится эти стенды извлекать. Стенды бывают разные, они бывают разные по покрытиям. Для опухолевых структур мы чаще всего используем либо частично покрытые, либо полностью покрытые, так как, ну, естественно, они меньше прорастают опухолевой тканью и дольше помогают пациенту качественно питаться. По типу раскрытия они бывают с максимальным типом раскрытия. Это, как правило, достаточно мягкие стенды, которые мы используем для высоких опухолей, которые можно поставить в пищеводный сфинктер верхний. И при этих стендах пациент всё-таки может глотать. И есть стенды более жёсткие с дистальным типом раскрытия. Мы их используем на всём остальном протяжении пищевода. Полностью покрытые стенды, конечно, являются вариантом выбора, потому что они и приводят к превенции кровотечения, имеют низкий риск рестиноза и оптимальны при свещах, потому что позволяют разграничить респираторные пути от питателя. Но у них есть достаточно высокий риск миграции, поэтому здесь очень важно правильно подобрать стенд. Стенды устанавливаются либо под эндоскопическим контролем, либо под рентгенологическим, либо комбинированно. Зависит от опыта врача и от конкретной ситуации. В нашем стационаре мы всё-таки больше привыкли доверять именно эндоскопической картинке, поэтому основную массу стендов мы ставим под эндоскопическим контролем. Соответственно, мы заводим проводник под визуальным контролем через эндоскоп, оставляем его дистальные структуры, и потом по этому проводнику проводится стенд. Как вы видите, пациентка без наркоза, то есть это не очень болезненная, достаточно легко переносимая пациентами процедура, что очень важно для ослабленной группы пациентов. И далее ассистент показывает, как раскрывается стенд, и под контролем визуальным этот стенд раскрывается. Ситуация достаточно контролируемая, есть возможность стенд вовремя подтянуть или наоборот его установить поглубже для того, чтобы максимально чётко перекрыть всю опухолевую стриктуру. Соответственно, сразу после процедуры мы можем произвести контроль позиции стента. Практически все осложнения стентирования можно вылечить эндоскопически, то есть если стенд мигрировал, мы его просто подтянем. Если сформировался свитч, можно перекрыть свитч методом стенд-стенд. Если сформировался растенос, также можно либо стенд-стенд, либо аргоноплазменную коагуляцию убрать эти грануляции. И, конечно, стендирование при раке пищевода является предпочтительным методом палеоативной помощи, сохраняющим высокое качество жизни пациента, что для нас и для наших пациентов крайне важно. Спасибо. Спасибо.